Во Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд, символическую демонстрацию перед Еврокомиссией в Брюсселе провели платформенные рабочие. Это те, кто предоставляет свои услуги с помощью онлайн-платформ. У них до сих пор нет прав, в частности, на оплачиваемые отпуски и лечения. Дрис Леозиди Делла Фуэнте развозит заказанную клиентами по интернету еду. «Мы хотели бы иметь систему социального обеспечения, достойную такого названия. Чтобы мы были защищены в пути, чтобы в случае аварии нам выплачивали страховку, как всем остальным. Кроме того, мы хотели бы получать правильную оплату, не обязательно сдельную. У меня она почасовая, а у моих коллег она зависит от количества выполненных заказов. Они получают 5 евро при доставке за 2, 3 или 4 километра. Это невозможно». Профсоюзы хотят покончить с фальшивой самозанятостью. На это направлены законы в некоторых странах, например, в Испании, где компания обязана оформлять трудовые договоры. Решения в пользу платформенных рабочих приняты во Франции, Италии, Нидерландах. Участники акции призывают к введению подобных мер на союзном уровне. В учреждениях ЕС подумают о создании третьей категории трудящихся, между нанятыми по контракту и самозанятыми. С этим категорически не согласен секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Людовик Воет. «Мы полностью против этого промежуточного класса. Есть два статуса – наёмный работник и фрилансер. Платформенные компании должны регистрировать их соответственно. Но главный вопрос не в том, кому и как человек подчинён. Важны его фактические условия работы. Штатные сотрудники должны иметь полные трудовые права. А те, кто хочет сохранить автономию, являются самозанятыми. Невозможно быть между тем и другим». В Евросоюзе около 24 миллионов платформенных рабочих. Чтобы гарантировать им достойные условия, Еврокомиссия начала консультации с профсоюзами и нанимателями. Она рассчитывает до конца года подготовить законопроект о правах этих тружеников того, что ещё называется гиг-экономикой. «Исень рефини!»